добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals в этом видео поговорим о том какие есть индикаторы на платформе брокера pocket option как ими пользоваться а в конце видео совершим несколько сделок по разным индикаторам для тех кто не знаком с тем что такое индикаторы это инструменты технического анализа которые дают основные сигналы позволяющие подобрать как оптимальную точку для входа в рынок так и предсказать направление движения цены за выбранный временной интервал также плюсом индикаторов является то что понять их намного проще чем тот же фундаментальный анализ поэтому многие новички выбирают торговлю именно при помощи индикаторов на платформе брокера pocket option представлена на данный момент более 30 индикаторов найти их можно на вкладке индикаторов которая находится в верхнем левом углу представленном списке можно найти трендовые индикаторы осцилляторы канальные индикаторы а также комплексные индикаторы по типу зигзага фракталов или ишимоку есть и авторские индикаторы такие как цикл шафа или вортекс для добавления индикатора на график необходимо просто нажать на него чтобы изменить настройки необходимо нажать на иконку карандаша после изменения настроек необходимо нажать на кнопку сохранить для удаления индикатора с графика необходимо нажать на крестик если же индикаторов было добавлено несколько то их можно удалить сразу все для этого на панели индикаторов необходимо нажать на кнопку удалить все также индикаторы можно добавлять в избранные путем нажатия на звездочку. Таким образом они добавляются на специальную вкладку избранная. Мобильная версия брокера PocketOption также содержит индикаторы, но к сожалению там их меньше. Всего в мобильной версии 12 индикаторов. Для их добавления необходимо нажать на данную иконку, после чего выбрать индикаторы. В открывшемся окне выбираем нужный индикатор, сразу вносим нужные настройки и нажимаем кнопку добавить. Добавленный индикатор будет отображаться на вкладке добавленные. Закрываем данное окно и на графике уже будет добавлен индикатор. Быстро перейти к настройкам индикатора можно из графика. Для этого необходимо в левом верхнем углу нажать на иконку индикатора, где можно либо поменять настройки, либо удалить его. Более подробно узнать о том, как пользоваться индикаторами брокера, а также как максимально использовать его платформу можно из нашего видео, ссылка на которое появится в правом верхнем углу. В этом видео мы подробно рассказываем обо всех функциях брокера PocketOption. Также ссылка на данное видео будет в описании под этим видео. Как и ссылка на статью, где собраны все индикаторы брокера с подробным рассмотрением каждого индикатора. Теперь давайте подробно рассмотрим несколько индикаторов, по которым мы по итогу совершим сделки. И первый индикатор, который мы рассмотрим, это индикатор AO. Данный индикатор вычисляет ускорение и замедление ценового движения, благодаря чему измеряются и само движение и цена. Также в нем есть средний уровень, который выступает в качестве баланса ускорения и силы. Когда показания выше него, то котировкам легче расти, а когда ниже, легче падать. Настройки индикатора позволяют получить более частые или более редкие сигналы. Но использовать рекомендуется настройки по умолчанию. Теперь давайте добавим этот индикатор на платформе брокера и поговорим о правилах торговли по нему. Находим данный индикатор и как уже говорилось ранее, настройки оставляем по умолчанию. Торговать по данному индикатору можно по следующим правилам. Если индикатор пересекает нулевой уровень снизу вверх, то покупается опцион call. Если же индикатор пересекает нулевой уровень сверху вниз, то покупается опцион put. Экспирации можно использовать любые, все зависит от выбранного вами таймфрейма и стиля торговли. Мы же будем торговать турбо опционами с экспирацией 60 секунд на минутном таймфрейме, то есть экспирацией в одну свечу. Продолжение следует... Следующий индикатор, который мы рассмотрим, это полосы Боллинджера. Данный индикатор включает в себя алгоритм определения тренда и волатильности. Направление лент показывает тренд, который преобладает на рынке, и все это с учетом волатильности. Во время флета диапазон сужается, а во время тренда расширяется. Настройки индикатора позволяют менять ширину канала и использовать лучше период 20, а отклонение 2. После добавления индикатора на график необходимо поменять настройки. Использовать лучше те, которые мы озвучили ранее. Это период 20 и отклонение 2. Самым распространенным правилом торговли по данному индикатору является торговля от границ канава. Ведется она внутрь канава. То есть, когда цена подходит к верхней границе, мы покупаем опцион PUT, а когда цена подходит к нижней границе, покупаем опцион CALL. Экспирации зависят от вашего стиля торговли и от таймфрейма. Мы же будем использовать минутную экспирацию. Стоит отметить, что данный индикатор более эффективен во время флета, так как во время тренда цена может долгое время находиться возле верхней или возле нижней границы. А теперь давайте попробуем поторговать по данному индикатору и озвученным правилам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последний индикатор, который мы рассмотрим, это индикатор Vortex. Данный индикатор состоит из двух линий, одна из которых реагирует на движение вверх, а вторая на движение вниз. Как только линии пересекаются, появляется сигнал. В настройках можно поменять период построения данного индикатора. Добавляем данный индикатор на график со стандартными настройками. Правила торговли по данному индикатору просты. И когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх, покупается опцион Call. А когда зеленая линия пересекает красную сверху вниз, покупается опцион Put. Экспирации, как и в предыдущих двух случаях, можно использовать любые, и они зависят от вашего стиля торговли и таймфрейма. Мы же используем минутные экспирации. И давайте попробуем поторговать по данному индикатору с озвученными правилами. Продолжение следует... В заключении хочется сказать о том, что какие бы вы не выбирали индикаторы для торговли бинарными опционами, всегда необходимо проверять их на демо-счету и тестировать в торговле. Это позволит вам разобраться с тем, как работает данный индикатор, какие сигналы по нему стоит использовать, а какие нет. Также, если вы хотите использовать другие авторские, как платные, так и бесплатные индикаторы для бинарных опционов, найти их можно на нашем сайте в разделе индикаторы, в котором представлено огромное количество индикаторов абсолютно любого типа. И вы без проблем сможете найти индикаторы как для скальпинга, так и для трендовой торговли. И самое главное, что данные индикаторы можно скачать бесплатно. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив уведомления для всех видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!